Ношение масок продавцами и покупателями, проведение дезинфекции, соблюдение других санитарных норм в условиях пандемии. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора Республики продолжили проверку торговых организаций Черкесска. Подробности Оли Боташева. Обязательно, чтобы все посетители носили маски. Это требование, это не желание посетителей, не ваше желание. Есть указ главы Республики, есть санитарное правило, которое предусматривает обязательное ношение масок. На первый раз предупреждение, во второй и последующее с составлением протокола и штраф. Большинство продавцов соблюдают масочный режим, чего не скажешь о покупателях. Нет маски, нет покупки. Таковы правила. Продавец имеет право не обслуживать. И он не то, что имеет право. Продавец обязан не обслуживать. Потому что санитарное правило предусматривает обязательное увеличение средств для жилы. Как для потребителей, так и для продавцов. Сами продавцы носят, а потребители, они, к сожалению, не всегда требуют наше имя маски. Если потребители будут возмещаться, то возвращаются к нам, к лаборатору. Мы будем давать соответствующие разъяснения, что они не правы. Наличие антисептических средств, разметки на полу для дистанцирования покупателей, регулярная дезинфекция помещений не менее трех раз в день. Обязательно для всех работающих объектов торговли. Есть нарушения в части проведения дезинфекции помещений. В определенные промежутки времени нет конкретных антисептических проведений. Нет выписок для потребителей, которые предупреждают о необходимости соблюдения социальной дистанции, о необходимости ношения масок. За эти нарушения мы сегодня их устно предупуждаем. Мы за повторные нарушения мы будем применять меры административного наказания, которые предусмотрены кодексом административных правонарушений. Там серьезные штрафы. Это для физических лиц, для граждан это от 1000 до 30 тысяч рублей предусмотренные штрафы. Для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч. Для юридических лиц там до 300 тысяч рублей штрафы. Соблюдение санитарных норм позволит не только избежать штрафов за нарушения, но и значительно снизить риск заболеваемости от коронавируса, напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Али Баташев Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.